Итак, теперь мы на основу, которая у нас с вами получилась, будем прикреплять декоративные элементы, которые мы с вами сделали. Но еще помимо этого, то есть помимо нас надписи будут, такие небольшие декоративные елочки. Берете тесьму двух цветов, я в данном случае взяла зеленую, двух цветов, светлая и темная. И потом с помощью зимитного клея потолочного, который у каждого, наверное, осталось после ремонта, аккуратненько все это приклеиваем. Довольно-таки очень гостое, легко, а главное быстро. Только надо аккуратненько все это промотать, чтобы не было края клея видно. Может, с первого раза, в принципе, не получится, но если вы, как скажем, потренируетесь, у вас со второй попытки должно получиться. Довольно-таки аккуратно. Если сделать еще десяток таких открыточек, вы вообще будете мастером гуру. Так, аккуратненько края загибаете. Буквально-таки нужно будет минуту-две-три подержать немножко. Можете поболтать с друзьями по телефону, как обычно делаю я. Либо поговорить с ребенком, либо подумать, те, которые пожелали, вы напишите в этой открыточке. То есть зря время терять не будем. То есть вот так вот получается у вас наклеена елочка. Таким образом вы приклеиваете второй ряд, третий ряд. И так до конца. У вас должно получиться что-то наподобие вот этой заготовки. Далее. У нас получилась простая елочка, но все-таки на елке здесь не будут ни игрушки. И хочется все-таки ее украсить. Для этого мы спросим декоративный брат. Что мы делаем? Мы его вставляем. Вот так протыкаете. Вам для этого нужно, кстати, шило. Чтобы проткнуть коротенько. Нужно вместе, такие большие дырочки. Далее. Воткнули братцы. Сзади как на погонах. Или как на любой другой одежде, где вы прикрепляете братцы. Края вот так вот. Как сказать. Отворачиваете что-ли. Сгибаете. То есть вот еще раз показываем. Какое просто дневно бальчиком это делаете. И в итоге у вас наоборот на стороне получается такая красота. Так. Теперь мы, видите, все. И пришиваем на вашу основу. Ну, фактически недолго приходится не ждать, потому что у нас основа вся фактически уже готова. Вот. Упоем пару с шутом на секунд. У нас открыточка будет готова. Примерно это получается вот таким вот образом. У нас еще последнюю детальку осталось с вами прикрепить. Сейчас мы ее с вами закрепим. И должно быть достаточно так, чтобы приклеить все. У нас вот она прикрепилась. У нас получилась с вами такая, скажем так, заглавная часть. Ну, нам нужно еще оформить внутреннюю часть. Мы для этого отрезали с вами небольшой голубой квадратик. Ну, его кремим внутри. Вам нужно будет простой. Для этого вам нужно будет простой карандаш. Канцелярской. И опять-таки, так же промазываем все углы. Обязательно углы еще раз пройдите, чтобы у вас не было, что где-то такие пузырявчики. Или там что-то отклеилось. Очень неприятно, когда вам дают красивую открытку, а у нас тут там что-то не выделано. В итоге аккуратненько размещаете на основе. Опять-таки, пока кле не застыл, можно двигать обратно. Ну, такими ровными движениями, разглаживающими, вы клеите основу. На этом берем мы закоротимые вот такие снежинки. В результатном юго холод, применец на ручках. А в студии у нас такие вот небольшие веселые снежинки. Скажем так, остатки на вашей виде. Ну, а эти снежинки берем, приклеиваем нас, ну, таким образом. Чтобы у вас выходила веселая такая декоративная, так сказать, не засловатая картинка. В данном случае я вот хочу разместить их так, чтобы они у меня были столбиком. Наверное, вот так на равном расстоянии клеим. И мы вот таким вот образом керамеративы и сводим клеить. Клеить здесь должно быть совсем немножко. Потому что у нас снежинка с вами очень махонькая, так что остатки можете вот так, таким образом просто убрать. В то же время оно промокнется и вот клеится. Таким оближением мы просто приклеиваем ее красной. Чуть-чуть подержим. Следующую. Тоже так же. Остатки клея убираем. Клеим. Ну, основу. Края у нас готов. Ну, ввиду того, что у нас здесь сейчас заполнено, а здесь осталось пустая. Предлагаю сделать тоже небольшой декоративный элемент. В том же стиле небольшая елочка, только снежинка. То есть, как сказать, мы идем по лесу, а здесь зашли домой. Сначала, опять-таки, рисунок вы выкладываете. Давайте вот на столе вам покажу, как мы будем елочку выкладывать. И ее таким же образом будем наклеивать на основу. Такая у нас должна быть, получится у вас, елочка. Вот такая у нас незамысловатая елочка получилась на открытке. Ну, соответственно, здесь немножко скошеновато, хочется еще добавить небольшое бьюни. Для этого можно использовать, скажем так, два декоративных контура. Ну, тоже можно найти их в магазине, они два разных цветов. В данном случае я использую фирму Декола, белый и серебристый. Белый мы будем наносить на голубую основу, серебристый мы будем наносить на белую основу. Каким это образом? Ну, на серебристом можно сделать такую вот, такие вот небольшие, мы поговорим, капельки. Там рисуете шишечки таким образом. Маленькие шишки на елке. У кого как фантазии хватит, можно, в принципе, и медвежат на всяких игрушек, пришли пандорить, нарисовать. Можно в юбку, 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 в юбку. Если будет неровно, ничего страшного, это же открытка сделана своими руками. Тут вполне вероятно, что, может, какие-то элементы будут неровные, или будет получаться не так. Ваши близкие оценят это, потому как вы это делали с большой любовью, специально для них, своими руками. Тема цены, это будет открытка, хранится долгие года. Вот такие незамысловатые завитки, то есть в нашей вьюге, у нас получилось на белой основе. На голубенькой будем мы немножко носить по краям, потому как на основной части декоративного элемента у вас будет находиться поздравление, то, которое вы хотите написать тому человеку, который вы будете дарить эту открытку. Тоже такими же незамысловатыми движениями делайте любой узор, который вы хотите. В данном случае мы сделаем такие завиточки по краям. Пару минут и поздравительная открытка готова. Можете посмотреть готовые слова, а можете написать пару слов о душе. С Новым годом, дорогая! Поздравляем!